В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Коротко о главном сегодня. На контроле ФСБ. Что грозит за размещение экстремистских материалов в сети интернет и за их массовое распространение? Добрый парень с бакенбардами или человеконенавистник, как бык, реагирующий на красное? В рубрике «Дело номер». В наши дни достаточно трудно найти человека, который не пользуется социальными сетями. На личных страничках отображается абсолютно все. Семейное положение, политические взгляды, фото, инстаграм и даже настроение, так называемые статусы. Злободневные картинки и видеоролики, подкрепленные крепким словцом, пользуются особой популярностью. Но многие забывают или не знают вовсе, что не каждую информацию можно смело прокомментировать или поделиться ей. Управлением ФСБ России по Рязанской области в течение 2012-2013 годов велась целенаправленная работа по выявлению лиц, которые распространяют в сети интернет материалы экстремистского характера. В настоящее время государство очень озабочено распространением экстремизма в России. И поэтому на правоохранительные органы, прежде всего на органы ФСБ, на органы полиции и органы прокуратуры возложена борьба с экстремизмом. Приняты большие усилия по выявлению тех, кто распространяет в сети интернет экстремистские материалы. За последнее время 36 жителей Рязани привлечены к административной ответственности за размещение на своих страницах в локальных сетях материалов экстремистского характера. Само понятие «федеральный список экстремистских материалов» появилось в 2002 году. Спустя пять лет он был опубликован. Если тогда в нем было всего 14 пунктов, то уже сегодня в 100 раз больше. Это официальный документ, куда вносятся запрещенные по тем или иным причинам произведения – книги, песни, стихи и видео. Что еще окажется под запретом, решит только суд. Так даже суд Косинского района признал экстремистскими произведения Владимира Истархова «Удар русских богов», которое тоже было внесено в этот список. И если доказать, что не вы передали, например, запрещенную книгу, а читатель взял ее сам достаточно трудно, то отследить социальные сети сегодня вполне реально, несмотря на загруженность всемирной паутины. Суммы штрафов, может, относительно небольшие, а пятно с репутацией уже не смоешь. Неприятный факт отразится и на карьере. В интернете сидят все больше не от безделья, а наоборот – от чрезмерной образованности. Хватает и солидных людей, и будущих юристов. Оказалось, что исламистские материалы распространяли и пять курсантов Академии в СИМ нашей. Также распространяли материалы и студенты других вузов города. Если административный кодекс – это статья 2029, производство распространения экстремистских материалов, то нормы уголовного кодекса, в общем-то, наказание трактуют гораздо более жестче. Существует статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации – это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Так вот, если подобные призывы, когда распространяют материалы еще своими комментариями какими-то, они сопровождаются, то распространение таких материалов в средствах массовой информации предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По словам Дмитрия Плоткина, меры эти действенные, но начинаем, как водится, с конца. Уже по факту, когда материалы ушли в народ. Поэтому стоит напомнить интернет-пользователям, что контроль будет только жестче. На сегодняшний день интернет-провайдерам Рязанской области внесено 12 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации. Старые чердаки и сарай в любом случае всегда сундук со сказками. Никогда не знаешь, что осталось от прежних жильцов. Но обнаружить такое жительница поселка Октябрьское Михайловского района никак не ожидала. Новые хозяева купили дом всего три года назад, а когда решили разобрать сарай, стоящий прямо во дворе, наткнулись на человеческий скелет. По предварительным данным, телесных повреждений на нем нет, а смерть человека, чьи останки были обнаружены, наступила не менее 15 лет назад. Предстоит выяснить главное, кто и при каких обстоятельствах был погребен вразрез с общепринятым человеческим законом. Каждая женщина по-разному цепляет внимание окружающих, но, как правило, это гармоничный наряд и аксессуары. Сумочка с какими-то яркими акцентами. Например, стильный зонтик. Обязательно модные туфли, куда же без них. Посмотрим, что в косметичке. Не будем забывать о маникюре или, например, вот такой макияж. И, конечно, украшения. Считается, что от женщины в красном очень трудно оторвать взгляд. Этот цвет страсти, жизни, мощной энергии, любви, некоторые считают и смерти в том числе. Такой женщине, как правило, есть что сказать и, главное, ее обязательно услышат. Сегодня достаточно просто порадовать себя модными аксессуарами. А вот нашим с вами родителям приходилось непросто. В 70-е годы так называемая одежда, не как у всех, на каждом шагу не продавалась. Приходилось заискивать, стоять в бесконечных очередях, покупать из-под полы. Ты посмотри, Сусана, какой катон, какие лейблы. Даже такая преобразилась. В тот роковой день 16-летняя школьница Татьяна поехала навестить бабушку. На девушке был красивый наряд. Не избалованные яркими красками прохожие оборачивались ей вслед. Если бы только девушка знала, что среди них один из самых жестоких серийных убийц. Сначала была убита 16-летняя студентка. Причем это было убийство, не связанное ни с каким-то ограблением, ни с изнасилованием. Просто преступник убил первую попавшуюся девушку, которая шла в красном. Я хотел убивать за один вечер по 20 человек. Неважно кого. Лишь бы находили труп и шла молва. Эти слова взяты из показаний Андрея Евсеева, который держал в страхе всю Москву, включая высшие чины. И в первую очередь их жен, которые, как любые женщины, любили помодничать. В середине 70-х город переполнен слухами о грабителе-убийце. Говорят, он устраивает засады в подъездах и темных дворах. Почерк преступника неизменный. Он выслеживал хорошо одетую женщину, шел за ней до подъезда и жестоко убивал, предварительно отобрав все ценное. Преступления обрастали кровавыми деталями, их и на самом деле хватало. Говорили о появлении маньяка, который как бык реагировал на красный цвет. Некоторые жертвы действительно имели ярко-красную одежду. Власти о серийнике, как всегда, умалчивают. Но когда он расправляется с сотрудником ЦК КПСС и женой знаменитого советского художника, дело приобретает совсем другой оборот. Как правило, под руку попадались в первую очередь те, кто поздно возвращался домой. И красный цвет, как выяснилось позже, играл одну из последних ролей. Несколько раз он нападал на студенток вечерних факультетов. Дважды на сотрудников милиции. Работница птицефабрики, служащая, юрист, домохозяйка, контролер автобусного парка, школьница. Казалось, ему было плевать, кому наносить по десятку ножевых ранений. Некоторые жертвы уже посмертно были изнасилованы. Он не снимал украшения, а срывал их, как придется. У одной из убитых женщин, причем второй за день, он вытащил из сумки один рубль и два яблока. У другой несколько рублей и старые с переделанным корпусом часы. У третьей ломоть колбасы и два куска торта. Было совершено убийство повара, который шел с работы и нес с собой обычный продуктовый набор – курицу и персики. Видимо, хотел приготовить дома, но до дома не дошел, он был убит ударом ножа, и преступник забрал этот продуктовый набор. Убийство превращалось в своего рода лотерею, где маньяк вытаскивал либо пустышку, либо выигрыш. Отсюда и хладнокровие удивительное даже для такого преступника, как Евсеев. Например, женщина, стекающую кровью, он тряс за плечо и орал «Куда дело чехол?». В сумке у жертвы он обнаружил японский зонтик. В районе Таганской площади за один вечер он совершает подряд два убийства и вооруженное нападение. Третья жертва выжила, но на всю жизнь осталась инвалидом. Проходит всего около 20 минут, и маньяк опять идет убивать. За время этой бесчеловечной охоты чудом остались живы 18 человек. Первое, что все без исключения запомнили, что у убийцы очень добрые глаза, и он носит бакенбарды. А еще следит за собой, носит рубашку с отложным воротником и брюки-клеш. Но доброта была только ширмой. Преступник дошел до того, что начал выбирать район и тактику в зависимости от обстановки. Сознательно затрудняя розыск и сбивая след. Одну из жертв он гордо поставит на грудь ее собственные туфли. Как выразился сам Евсеев, подарок за щедрость. Последним было убийство женщины во дворе магазина на глазах десятков людей. Никто почему-то не заступился. Преступник не только убил ее, но и посмертно изнасиловал. Причиной убийства стали золотые сережки. Это нападение было совершено в 7 утра. К тому моменту Евсеев уже не ждал темноты. Он выходил на охоту в любое время суток. И специально к этому готовился. Ежедневно бегал кросса на стадионе, занимался с гантелями и осваивал борьбу самбо. К счастью за преступления, совершенные Евсеевым, никого не успели посадить. Бывало и такое. Хотя претендентов хватало. Некоторые сами намеренно оговаривали себя. Им казалось, что сесть за убийство куда престижнее, чем за алкоголь и тунеядство. Но в один прекрасный день на пульт милиции поступает другая тревожная информация. Преступник, наконец, получил по заслугам. Найден его труп. Приметы и одежда совпадают. На самом деле, это был ловкий ход самого Евсеева. Он понимал по приметам его обнаружения дела времени. Накануне в электричке он знакомится с недавно освободившимся из заключения Деминым. Это особо опасный рецидивист, имевший 10 судимостей, 20 лет проведший в тюрьмах и лагерях. Матерый сиделец и не догадывался о приготовленной ему роли. Евсеев зовет Демина в гости, оставляет его ночевать, рассказывает о своих подвигах, приглашает войти в долю. Утром, выполняя задуманное, Евсеев отдает напарнику свою одежду, в которую он совершал последнее преступление. Рубашку, брюки, пиджак, ботинки. Преступная подмена удалась. В деле практически поставили точку и готовы были сдать его в архив. Но убийца сам не выдержал. Он пошел на очередное преступление, тем самым выдав себя. После ареста Евсеева и обыска на его квартире в коробке с мукой сыщики нашли часть похищенного. Кольца, серьги, часики. Убийца создавал нечто вроде золотого запаса. Некоторые вещи продавал сразу, другие обменивал на виной продукты. Некоторые сдавал официантке вагона ресторана, но большую часть тратил на себя. Купил второй магнитофон, олимпийку, ботинки, пиджак. Делал подношения своей подруге. Но даже на допросах Евсеев пил в себя крайне вызывающе. Только одно могло развязать ему язык – свежая селедка. Ел он ее жадно, прямо руками и обязательно с костями. За селедку он был готов продать родную мать. Путем представления ему пищи в виде селедки удалось получить от него показания, потому что уже терять ему было нечего, когда он был задержан. Он признался в совершении 32 разбоев, 9 убийств и 18 покушений на убийство. Андрей Евсеев родился в 1955 году и никогда не отвечал за трудолюбием. Школа окончательно надоела к седьмому классу. А в начале 70-х он и вовсе попадает в психиатрическую клинику. После окончания школы он работал натурщиком, потом работал на других работах, но нигде долго не задерживался, поскольку работать не хотел. Попал в психиатрическую больницу. И как он на допросах заявлял, в психиатрической больнице его кололи различными лекарствами, после которых он себя чувствовал плохо, у него якобы мозговая деятельность резко менялась. И при выходе, когда его отпустили из психбольницы, то он пришел к выводу, что первые враги его – это люди, людей надо убивать. А вот экспертиза уже криминалистов признала Евсеева полностью вменяемым. Обнаружив, правда, одну существенную деталь – он относится к социопатам. Евсеев до последнего не раскаялся в содеянном и заявлял, он презирает людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. В 79-м году приговор суда был приведен в исполнение, но одного серийного убийцу в Советском Союзе стало меньше. Но девушки еще долгое время боялись носить яркие аксессуары и одежду красного цвета. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Как говорил великий Антон Павлович Чехов, берегите в себе человека. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова